В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 168-я серия программы «Задето за живое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, так или иначе задевающие лично меня за живое. Сегодня у нас в Москве холодно, знаете, так это... У нас осень началась прям по расписанию. 1 сентября позавчера было 32 градуса, вчера 22, сегодня 11. Все как положено. Не откладывая дело в долгий ящик, начнемся по расписанию и мы. Начнем, пожалуй. Ну что ж, наконец-то закончилась вся наша эпопея, и весь этот эксперимент с конвергентным лютеранством. Вышло официальное заявление за моей подписью. Текст этого заявления был готов, кстати, очень давно уже. Но почему вышел этот текст только сейчас? Ну, потому что Минюст очень-очень-очень-очень долго убирал мою фамилию из реестра. Ну, так, чтобы не я был руководителем централизованной религиозной организации Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. Долгое время это было единственное просто юридическое лицо, и по закону Яровой нужно было всегда его называть. И я его называл там в роликах, и заставки, кстати, все время писал. Сейчас ума не приложу, что с этим всем делать. Хоть иди на YouTube и старые ролики там у них. Начало отрезай. Так или иначе, пришла радостная весть. Я в последние месяцы просто уже после молитвы утренней заходил на сайт egrill.nalog.ru, вводил слово Аугсбургского и смотрел. Убрали мою фамилию, нет? И вот на днях я зашел, и мою фамилию оттуда убрали. Наконец-то. Заявление следующее. Конечно, тут можно говорить об этом только с печалью. Я так смеюсь, немножечко нервным смехом, потому что, конечно, довольно странно. Вся эта вот была эпопея, очень трудно было людям объяснять. Ну, вот она закончилась. Заявление следующее. Я прям его зачитаю. Заявление о прекращении евхаристического общения с Евангелической Лютеранской Церковью Аугсбургского Исповедания, Карельской Евангелической Лютеранской Церковью и утрате данными сообществами апостольского преемства. В январе 2015 года между Евангелической Лютеранской Церковью и Аугсбургского Исповедания, далее Елцаи, и Всемирным Советом Национальных Католических Церквей, далее в СНКЦ в лице Старокатолической Церкви Словакии, был заключен договор об интеркоммунионе. Тогда же его высокопреосвященством архиепископом Августином Бачинским были рукоположены первые епископы для Елцаи. Интеркоммунион и рукоположение служителей для Елцаи стали возможны только после того, как представители Елцаи подтвердили свою веру и понимание важнейших догматов Церкви и безоговорочно приняли богословие Семи Вселенских Соборов, правильное понимание Семи Таинств Церкви и свое согласие с Никео-Константинопольским символом веры. На тех же условиях в июне 2015 года к этим соглашениям присоединилась Карельская Евангелическая Лютеранская Церковь, далее Келц. Впоследствии Келц разорвала все связи с Елцаи из-за несогласия с богословием в СНКЦ по основным догматическим вопросам. В 2021 году стало известно, что некоторые служители Елцаи переосмыслили свою веру и захотели вернуться к узкоконфессиональному лютеранству, изложенному в символических лютеранских книгах. Этот факт, а также отказ от подчинения руководству Елцаи в административных вопросах привел к исключению этих служителей как из числа служителей Елцаи, так и из числа клириков в СНКЦ. Генеральный Синод Елцаи 2022 года, прошедший в Москве, восстановил всех исключенных служителей, подтвердил разворот Елцаи от конвергентного лютеранства к лютеранству узкоконфессиональному, а также подтвердил отказ от всех договоренностей с ВСНКЦ. Также восстановленные в служении епископа-пресвитера и диакона Елцаи подтвердили полное согласие с верой, изложенной в символических книгах лютеранской церкви, опровергли веру в семь таинств церкви, заявив, что признают только два таинства – крещение Евхаристию. В связи с этими фактами мы вынуждены признать, что интеркоммунион, заключенный между нашими церквами, более невозможен. Согласно декрету 3.2 Второго собора ВСНКЦ, а также согласно указу патриарха ВСНКЦ Леонарда Бега от 11 ноября 2021 года, мы заявляем о выводе Елцаи и Келц из состава церковной провинции святого Михаила Архангела и ВСНКЦ, о разрыве евхаристического общения с Елцаи и Келц, о прекращении сослужения и признания служителей Елцаи и Келц в качестве законных служителей, а также объявляем Елцаи и Келц за уклонение в ересь, утратившими апостольское преемство и неспособными передавать его кому бы то ни было. Митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного совета национальных католических церквей Павел Бегичев. Ну, собственно говоря, даже и этот текст заявления был бы излишним, потому что, когда человек уклоняется в ересь, он попадает под анафемы уже существующие давно и, ну, таким образом не может говорить о том, что у него есть апостольское преемство, потому что апостольское преемство в первую очередь это преемство веры, это присоединение к единству веры. Поэтому закончена вся эта эпопея с конвергентным лютеранством. Надо сказать, что у меня гора свалилась с плеч. Я хожу и ощущаю себя свободным и даже похудевшим килограммов на 10. При этом, конечно, личные контакты остаются и личные знакомства. Я помогал всецело в перерегистрации и готов и дальше оказывать всякого рода поддержку, потому что за все эти годы я стал экспертом в церковном администрировании, могу мастер-класс проводить по этому поводу, правда, не хочу. Есть благодарность отдельным лютеранам за их разнообразную помощь, особенно Ирине Ивановне Мельниковой, всегда готов низко поклониться. Она помогала и продолжает помогать всеми силами души. Единственный человек, который помогал не на словах, а на деле. Так что человеческие какие-то личные отношения со многими людьми сохраняются, но в церковной жизни должен быть порядок. Кто хочет оставаться в протестантизме и не хочет двигаться вперед, тот остается под соборными анафемами. Старокатолики и так наделали кучу авансов, трудно объяснимых с канонической точки зрения. Надеялись на добрую волю, долгое время, ну, на что-то закрывали глаза. Ну, типа, сейчас-сейчас, ну, давайте еще подождем. Ну, они, может быть, образуются. Они, может быть, ну, книги почитают какие-то. Они, может быть, ну, одумаются. Ну, может быть, как-то они вот пойдут вперед. Ну, и, собственно говоря, этим надеждам не суждено было сбыться. Я тоже, кстати, надеялся. Я-то сразу как-то шел вот в эту сторону, в старокатолическую, когда еще в 14-м году покинул протестантизм. И, конечно, идея, там, остановки на полпути, может быть, какое-то время меня занимала, но потом совершенно перестала меня удовлетворять. Что ж, не получилось. Вот это такой первый блин комом, конвергенция с протестантами, сближение, значит, исторических церквей с протестантами, ну, в нашем случае провалилась. Скорее всего, потому что идея сильно опередила свое время. Не созрели еще в общей массе свои протестанты до идеи конвергенции. Хотя мы не закрываем ни для кого окончательно двери, но впредь я лично буду сильно осторожнее. Мы с патриархом говорили об этом. И патриарх, разумеется, тоже согласен со мной, что да, если люди хотят пользоваться привилегиями иерархии, а при этом хотят не быть ее частью, это как вообще? То есть, хотят говорить об апостольском преемстве, но не признают таинство рукоположения. Ну, как это вообще там? Так не бывает, конечно. Идея была такая, что да, всех постепенно, значит, при помощи образования, просвещения, потихонечку убеждая там и так далее, ну, будем приводить, значит, в историческую церковь, единство веры, и при этом сохраним там все то хорошее, что есть в протестантских приходах, там и так далее. Ну, вот она потерпела крах. Я лично уже после этого краха вряд ли когда-нибудь буду так романтически открыт ко всем предложениям. Жизнь, что называется, побила и научила, и в материальном плане, и в духовном. От всего этого эксперимента с Елсаи у меня остались лично долги, ну, потому что долги церкви пришлось закрыть и закрывать все эти годы. Если церковь передана чистенько, без единого долга, я имею в виду юридическое лицо с идеально отстроенным административным механизмом, ну, долги остались у меня, и я их еще несколько лет буду выплачивать. Ну, бог даст прожить эти несколько лет и все-таки их выплатить. Пар-тройка лет, я думаю, выплачу все, и можно будет уже тогда помирать спокойно. Нет, нельзя еще, еще надо построить, конечно, старокатолическую церковь и идти все-таки движением конвергенции хотя бы исторических церквей. Хотя и если протестанты захотят, то, пожалуйста, есть все требования, условия, но только теперь уже надо будет, конечно, исповедовать свою веру и веру в семь вселенских соборов и в семь таинств, в согласии с иерархией, неким цереградским символом веры, все это надо будет подписывать, в согласии с теологическим компендиумом, с решениями второго собора Всемирного Совета национально-католических церквей. Все теперь только на бумаге, через подпись, через, ну, знаете, так оно как-то надежнее, что ли. Еще пару-тройку лет будет непросто в финансовом плане, ну, а потом, я надеюсь, уже Господь поможет. Поможешь, Господи? Да, Он поможет. Не оставит. Хотя, конечно, чисто по-человечески жалко. Хороший был эксперимент. Хороший. И мог бы получиться. Ну, как всегда, все развалилось из-за человеческих амбиций, недостаточной богословской грамотности, ну, и прочих сопутствующих факторов. Все это местами не очень приятно, но зато теперь у нас есть опыт. А опыт, как известно, обогащает. Я бы лучше, конечно, взял деньгами, чтобы долги закрыть. Ну, обогащение. Но опыт тоже хорошо. Да, конечно, мимо смерти человека такого масштаба, ну, никак нельзя пройти. Михаил Сергеевич Горбачев. Эх, помню я. Ох, помню я 1985 год, когда, наконец-то, у нас появился руководитель государства, который умел говорить без бумажки. Говорить связано. Тогда казалось это просто верхом, ну, какого-то счастья такого, да? И относительно молодой из всего политбюро тогда. И помню 1988 год. Я вступил в комсомол, и началось празднование тысячелетия крещения Руси. Открылась религиозная свобода. Пожалуй, вот за это, ну, можно быть благодарным Михаилу Сергеевичу. Хотя сегодня я вот как-то во всех пабликах вижу в основном негативные какие-то комментарии. Негативного тоже было в его жизни много. И, наверное, если перечислять его грехи, то это будет внушительный список. Но я почему-то не хочу перечислять его грехи. Президент нашей страны даже воздержался от этого. Надо сказать, что его соболезнование такое очень лапидарное, скупое. Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Это правда. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных, внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Правда, правда. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем. Тоже правда. Понимал, что реформы необходимы? Понимал. Стремился предложить свои решения проблем? Предложил. Эффективны ли они были? Ничего не сказано. Ну, в общем, да. Потому что мы видим, что все эти решения были, мягко говоря, не идеальными. Но, знаете, задним умом мы, конечно, все крепки. Мы всегда говорим, вот как надо было поступить. Но не дай бог, наверное, никому из нас оказаться на месте Михаила Сергеевича Горбачева в те годы. Потому что принять на себя груз ответственности такой, ну, не всем под силу. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, тогда уйди и дай место сильным. Но он, в конце концов, и ушел. А сильные продолжили делать то, за что их тоже никто сейчас не любит. Особо отмечена большая гуманитарная благотворительная просветительская деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы. Такое лапидарное, очень сдержанное соболезнование, искренние слова сочувствия и поддержки родственникам Михаила Сергеевича в связи с постигшей утратой. Ну, я помню 1990 год. Я был делегатом всероссийского сбора учащихся комсомольцев, сбора 90. И тогда от Михаила Сергеевича к нам пришло письмо, которое мы все воспринимали с таким воодушевлением и энтузиазмом. Нам еще в 90-м году казалось, что все еще можно поправить, все можно вырулить. Не вырулили, не поправили. И в том числе в судьбе Михаила Сергеевича многое не вырулилось и не поправилось. Но что теперь? Что теперь? В эти дни человек ушел и предстал перед судом беспристрастным, абсолютно объективным. До самой своей смерти Михаил Сергеевич позиционировал себя все-таки как атеиста. У него был небольшой момент, когда умерла Раиса Максимовна, его нежно любимая им супруга. Конечно, у него были какие-то подвижки в сторону Бога. Даже не в сторону церкви, а в сторону Бога. Ну, то, что он дал религиозную свободу в 88-м году, она, конечно, была, ну, так, да, свобода. Сначала она была очень такая бесконтрольная, буйная. Потом потихонечку-потихонечку она приобретала все более цивилизованные формы. Ну, ну и эта свобода, конечно, во много раз лучше, чем то, что было в СССР, там, начиная с 30-х годов. Я мечтал встретиться как-то с ним лично и, может быть, даже побеседовать, если получится. Не получилось. Несколько раз пытались мы организовать встречу с Михаилом Сергеевичем, но не вышло. К сожалению, я не знаю, был ли крещен Михаил Сергеевич. Все-таки родился он в 31-м году, хотя и в селе, и деды у него были репрессированы. А это значит, что все-таки они придерживались некоего старого уклада. И уж не знаю, был ли религиозен отец Михаила Сергеевича, крестил ли он сына своего, может быть, тайком как-то, да, и так далее. Не знаю. Фактов у меня нет. Полагаться на слухи и всякие газетные версии очень не хочется в этом деле. Но хотя бы кулуарно, конечно, можно и помолиться о новопредставленном рабе Божьем. Михаиле, чтобы Господь простил ему грехи его, вольные и невольные, и был милостив к нему на суде. Кстати, я почему-то помню, ходила прямо вот в записях, в рукописях, переписывали от руки какое-то стихотворение, прямо вот в середине 80-х, про Горбачева. Что-то там, Горбачеву снится сон, что на том уж свете он. Что-то там, ну, короче, там вместо Бога входит Ленин, значит, преклонили все колени вместо Бога. Входит Ленин, Грозно руку поднимает, суд за Гробный начинает. Ну и там, в общем, Сталина он там пропесочивает. Значит, там Сталина отправляют служить секретарем к Ивану Грозному за его жестокость. Потом там Хрущева пропесочивают, значит, за всякие вот перегибы на местах и проблемы с продовольствием за Целину. И, короче, там, послужить шутом Петру, хоть тебе не по нутру. В общем, Хрущева отправляют шутом к Петру Первому. Поэтому Брежнева там порицают за то, что вот он там развязал войну в Афганистане. Много было у него орденов. И в качестве наказания ему там предписывается носить ордена. Значит, все-все-все, значит, какие у него были. Это тяжелая ноша. Я, кстати, помню, да, похороны Брежнева, когда несли его награды просто нескончаемой вереницей. А там Горбачеву, я помню, да, такое обращение было. Ну, типа, там, Михаил Сергеевич, друг, от чего такой испуг. Что-то тебя там не за что судить. Что-то ясность мысли, ум и честь у тебя как будто есть. Что-то там по заграницам не вози свою царицу. Не зазнайся, будь здоров и не вешай орденов. Вот почему всем нравились эти какие-то низкопробные вирши? Ума не приложу. Глупость какая-то совершенно. Надо нагуглить, посмотреть. Что-то вот какие-то обрывки прям вот вспомнились. Ну, нет, конечно. Это не карикатурный суд домороченного какого-то поэта. А не ленинский суд. А, конечно, суд Божий будет абсолютно объективен и беспристрастен. И, помилуй Господи, душу усопшего раба твоего. День знаний. Первое сентября. Я сегодня не смог проснуться. Хотел в 7 утра и проспал. Меня не разбудили. Это, знаете, плохой ученик. Я и будильник завел. А он не прозвонил. Я сегодня проснулся. В полном соответствии. Проспавший. Вот. С нелепыми отмазками. Да я же заводил. Ну, значит. Ну, короче, я не успел проводить свою дочь. У меня только младшая дочь пошла в школу в 9 класс. 9-й Ж. Ну, вместо меня, конечно, туда пошла супруга. Она почему-то не стала меня будить. 9-й Ж-класс. Классный руководитель. Инна Сергеевна Бельтикова. Молодцы. Идем дальше. 9-й З-класс. Классный руководитель. Право поднять фронт Российской Федерации предоставляется директору образовательного центра протон Савири Ханаровникову. Харахановой ученику 11-го Т-класса Александру Федяеву. Харахановой ученики 11-го Т-класса Александру Федерации предоставляется директору образовательного центра протон Савири Ханаровникова. Ну, старшие дети сегодня тоже в школу, естественно, уже не пошли, хотя совсем старшая дочь, она учительница, но это там частная школа для детей с проблемами в развитии. Она там преподает. Сегодня у них нет торжественной линейки и так далее. У них занятия начинаются немножечко по другому расписанию. Сын вообще тренер, да, у него круглосуточная работа, значит, преподавательская. Ну, а я пошел в офис записывать сегодняшние программы. Ну, а жена побывала на линейке, потому что несколько лет линейки не было. Не для всех классов линейка, но все-таки девятый класс. Это такой первый выпускной класс, после которого можно уже из школы уйти, пойти в какой-нибудь колледж там и так далее. Ну, или раньше были такие ПТУ, значит, вот, и училище. Можно было после восьмого класса там уйти. И мы попали, кстати, на реформу. Ну, то есть я начинал учиться, когда еще было десять классов, а заканчивал я одиннадцатый класс. Ну, мы просто, конечно, перескочили там через какой-то класс, я уже не помню. Ну, а мои-то дети все одиннадцать лет от звонка до звонка. Ну, и вот сейчас в девятый класс пошла младшая. На линейке там, как положено, пронес выпускник первоклашку. И она так мощно позвенела в звонок. Ух ты! Ну, прикольные это, конечно. Хорошая традиция. Первое сентября, линейка. Все это очень волнительно. Встреча с одноклассниками. Я помню, я любил первое сентября. Не любил я четвертое сентября. То есть в школу хотелось. Я знал, что это только вся эта радость и эйфория на первые три дня. Четвертого я буду об этом жалеть. Но первое сентября я всегда любил. Хотя при том, что учился я всегда хорошо и не особенно напрягаюсь. Ну и, кстати, об учебе. Последние дни набора на наши учебные программы онлайн-центра Святого Мефодия. Набор идет, люди поступают, но не так интенсивно, как хотелось бы. Почему-то больше всего желающих вдруг на курс Гомилетика. Я в прошлом году и в позапрошлом не набрал людей. Просто не было никого. А в этом году вдруг видите ли аншлаг. Может быть, надо делать перерывы, я не знаю, чтобы люди как-то подкопили голод к знаниям. Но я считаю, что очень мало людей записалось на систематическое богословие. Это мой самый любимый предмет. Это просто невероятное какое-то наслаждение изучать богословие, изучать догматику, учение о Боге. Это не сухая какая-то такая наука с таблицами, выкладками и так далее. С кучным голосом читаемое. Богословие – это живая жизнь. Это же фактически встреча с Богом. Я помню, первый раз, когда я изучал богословие, я тоже боялся его изучать так систематически. Меня пугало это слово. Но я даже в тетради, помню, написал. Не забудь, пожалуйста, то ощущение счастья и благословения, которое ты испытал в классе по систематическому богословию. Потому что если ты забудешь, ты будешь самым несчастным человеком. У меня этот конспект до сих пор лежит. Мы занимались, кстати, по Никео-Цареградскому символу веры. Хотя я был тогда протестантом. Но профессор систематического богословия, канадский немец Вернер Вайткус, был доктором богословия. Но он сказал, мы по символу веры пойдем. И вот все как в исторической прям церкви. У меня первый мой профессор систематического богословия вообще в моей жизни был таким очень интересным человеком. И я помню, это было потрясающе. Поэтому срочно записывайтесь. Литургика, так это вообще потрясающая вещь. Смотреть богослужения, разбираться в разных богослужениях, в разных видах богослужений. Восточный обряд, западный обряд. Как это все развивалось, как это исторически все было. Да что может быть вообще прекраснее и интереснее всего этого? Каноническое право. Некоторые думают, ну это сухая юриспруденция там и так далее. Да нет, ребята. Это такая живая тоже жизнь церкви. Которую нужно знать. Это то, как церковь регулируется. Это как правила дорожного движения. Кому-то могут показаться скучными. Но когда ты едешь, вот учишься, да, едешь с опытным водителем. И он тебе подсказывает. Тут вот так, тут вот сяк. Ты вдруг понимаешь, как это все работает. И почему все это так устроено и так далее. Не просто, конечно, если просто листать там книжку. Может это и скучно кому-то покажется. Но когда опытный человек ведет тебя сквозь каноническое право. Это очень и очень интересно. Ну и гамилетика, ну тут что. Как-то вот сейчас довольно много уже на гамилетику записалось. Я еще возьму без проблем. Пожалуйста. Но уже первое сентября. А в понедельник, сейчас вот четверг сегодня я пишу. Не знаю, смонтирую. Наверное, Бог даст успею к вечеру. Но пятого сентября мы уже начинаем. Ребята, это просто... То есть надо прям вот все бросать и писать. Хочу учиться по адресу estemifodius.sobaka.yandex.ru И вот прям я вам вышлю инструкцию. Прям быстрее запрыгивайте в вагоны последние уходящего поезда. Ой, Маргарите Борисовне Тереховой в 80. Ну невозможно, конечно. Ей всегда 25 должно быть. Конечно, она у каждого своя. Детское впечатление мое было, ну просто совершенно потрясающе. Когда я, конечно, увидел ее в роли миледи в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах», я подумал, боже мой, неужели бывают женщины такой красоты? Это было просто какое-то эстетическое потрясение. Я был еще совсем мал. В этом не было ничего эротического. Это было вот эстетическое потрясение. Вот эта вот северная холодная красота заворожила меня, конечно. Ну, Диана де Бельфор в «Собаке на сене» то же самое. А потом, когда я уже подрос и видел ее в зеркале у Тарковского, это просто совершенно иной образ, конечно, да. Помните, там персонаж Солоницына падает с забора и говорит, приятно упасть с интересной женщиной. Просто потрясающей глубины актриса. Даже во второстепенных ролях, во ролях второго плана, ну типа в «Белорусском вокзале» всегда она вот запоминалась. Это потрясающе. Ну и с Маргаритой Тереховой, конечно, связано у меня одно очень такое тонкое личное воспоминание. Дело в том, что в середине 80-х у Маргариты Борисовны был непродолжительный такой роман с Игорем Тальковым. Тальков ее любил просто невероятно. И он написал песню «Мне нравится смотреть на город из твоего окна». Это как раз вот про квартиру Тереховой на Большой Грузинской. Большую Грузинскую я тоже люблю. Вот улицу. Песня эта мне дорога. Почему? Потому что я помню, мне 13 лет. 13 лет. Это 87-й год. Меня только что отобрал руководитель ансамбля. Я занимался в клубе юных моряков. А при этом клубе юных моряков организовывали, ну такой ансамбль детский. Вокально-инструментальный ансамбль. Модно было. ВИА. Ну и, естественно, молодой выпускник Тольятинского музыкального училища Черников Валерий Александрович, который мне 13-летнему казался, ну просто жутко, неимоверно старым. Ему было далеко за 20. Он, ну просто, у него была еще одна работа. И он отбирал детей, занимавшихся в музыкальной школе, чтобы создать вот этот ВИА. Я с блеском прошел прослушивание. И я очень хорошо помню первую репетицию. Мы пришли в какой-то подвал, в районо. И в этом подвале стояла ионика. Так называли синтезатор. Синтезатор юности, как сейчас помню. Боже мой, какое это было страшное, неимоверное, какашечное нечто. Но оно казалось, конечно, мне верхом просто высокотехнологичности, современности и модности. Я играл до этого на пианино в музыкальной школе. На пианино «Ласточка», «Весна» там, еще каких-нибудь. А это настоящая ионика мы называли. И Валерий Александрович поставил ноты на ионику. Написано было «Мне нравится смотреть на город». Или что-то «Город за твоим окном», по-моему, там была надпись «Тальков». И там была вот эта партия. И надо было колесиком «Пуам», вот этот вот «Глиссандо» сделать. Потом на другой регистр переключить. «Па-па-па-пам», «Па-па-пам». Я помню, как мне нравилось переключать звуки, вот эти вот регистры. Как мне нравилось вот это вот колесико «Глиссандо», да, слайдер, вот этот вот. Как мне нравилось вот эти терции играть. Я жал на все педали, в висках стучала кровь. Я так боялся опоздать в страну с названием «Любовь». Мне цель казалась ясной, я так был юн и смел. И столько слов напрасных наговорить успел. Ах, если б знать в ту пору, что где-то ты одна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Что мы там пели? Ой, что я в 13 лет понимал. Ну, музыка заворожила меня, конечно, абсолютно, абсолютно. И Тальков, конечно, посвятил эту песню Маргарите Борисовне Тереховой. Я про это узнал, конечно, гораздо позже. Мысленно я периодически возвращаюсь в тот подвальчик, в районо, к этому синтезатору юность, к этой песне. Надо ее как-то вспомнить, что ли, спеть. Хорошая песня. Посвятить ее жене. Ну, потому что, да, мне нравится смотреть на город из твоего окна. У нас хороший вид из окна. К сожалению, Маргарита Борисовна, начиная с 2000-х годов, прогрессирует болезнь Альцгеймера, старческой деменции. Это тоже мне знакомо, у мамы деменция. И, конечно, последнее интервью, по-моему, в 2011 году она дала. И сейчас уже не может самостоятельно ни передвигаться, не узнает никого и так далее. Ну, так бывает, так бывает. Но, конечно, старческие немощи, которыми обличены мы однажды, перестанут существовать в воскресенье. Опять же, не знаю церковного статуса Маргариты Борисовны, крещена она или нет. В любом случае, 80 лет, многое лето. И я надеюсь, что родственники все сделают правильно. Даже если не крещена, ее и покрестят, и подготовят к вечности, как положено. Так что многое лето, Маргарита Борисовна. Хотя и человек с деменцией живет в каком-то своем мире, но я знаю, что Господь и в этот мир достучаться тоже может. Ну, а вам, дорогие мои зрители, я желаю не болеть. Желаю вам любви. Желаю смотреть на город из любимого окна вместе с любимым человеком. И в вечности войти в тот город, где не будет слез, болезней, смерти, греха. Потому что там правит Господь. И в этот город всех нас приглашает Он своей благодатью. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok